Добрый вечер, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, матушки, дети. Сегодня у нас тема по миссионерскому направлению святителя Николая Японский, жизнь и труды миссионера, великого миссионера. Сегодня я хотел бы начать со слов святейшего патриарха Алексея II о миссионерстве, о подвиге миссионерском святителя Николая Касаткина. Я из этого слова патриарха уже цитату приводил в прошлый раз, когда говорил о святителе Иннокентии, ну а сегодня хочу более пространно привести его выступление, приуроченное к публикации дневников святителя Николая. Житие и подвиги святого равноапостольного Николая Японского на протяжении многих десятилетий вызывают особый благоговерный интерес у верующих людей, являя пример ревностного служения Господу и народу Божию. Со времени прославления в лике святых архиепископа Николая Касаткина в 1970 году прошло уже немало лет. Для многих русских людей история их соотечественника, отправившегося в середине XIX века ради проповеди Евангелия и насаждения православной веры в далекую Японию, стала уверением в том, что апостольское служение не является уделом только с самого раннего периода церковной истории. Ведь каждый, кто вслед за апостолом Петром способен обратиться ко Господу со словами «Вот, мы оставили все и последовали за тобой», уже осознает, что и он причастен к великому служению, которое совершает церковь во все времена, от сошедения Духа Святаго на учеников крестовых, в день Святой Пятидесятницы до последнего дня в истории человечества. Вслед за своими предшественниками святителями Стефаном Перским, Иннокентием Московским, преподобным Германом Аляскинским, преодолев огромные, даже по нашим современным меркам, расстояния, святой архиепископа Николай оказался в далекой стране, чуждой и даже враждебной к христианству. Гражданские законы Японии еще до конца XIX века грозили всякому, изменившему отеческим верованиям, язычеству и буддизму, смертной казни. Древняя культура страны, формировавшаяся на протяжении многих веков в полной изоляции не только от христианской Европы, но и от соседних с нею стран Дальнего Востока, казалось, не могла допустить проникновения в нее православной веры. Японский язык, столь сложным для усвоения иностранцами, со множеством его диалектов стоял в качестве непреодолимой, преграды между проповедником из далекой России и представителями коренного населения. Политическое, экономическое, а затем и военное противостояние конца XIX – начала XX веков между Россией и Японией усугубили все эти сложности. Именно в таких условиях начал свое служение, покинув родные пределы в 1860 году новый апостол Японии. А по прошествии чуть более полувека, когда святой раноапостолин Николай, совершив свое земное служение, отошел ко Господу, было осуществлено, казалось бы, невозможное. К этому времени 32 тысячи православных уроженцев страны восходящего солнца были объединены в 265 церковных общин и духовно окормлялись 41 священникам. Православные соборы в Токио и Киото, множество небольших православных церквей были к тому времени построены на японской земле. Православие перестало восприниматься японцами как чуждая национальной традиции и явления. С великим почтением стали относиться представители всех сослов японского общества к основателю русской духовной миссии в их стране. Конечно, чтобы понять, осмыслить поглубже целожизненный подвиг святителя, важно поподробнее рассмотреть все веки его жизненного миссионерского апостольского пути и при этом, конечно, не выпуская каких-либо эпизодов, мелочей, так как, я думаю, что в масштабах такой личности, как святитель Николай, что-либо маловажного не бывает. Но охватить все, конечно, практически, наверное, невозможно. И я заранее у вас прошу прощения, если я упущу из вида что-то для вас, может быть, известно и интересное, и наоборот обращу какое-то особое внимание на то, что не очень кому-то интересно. Апостольство. При канонизации святителя Николая Японского за свою миссионерскую деятельность в этой стране он получил наименование равноапостольного, одно из высочайших духовных наименований. Сам этот факт имеет глубокое значение. Казалось бы, во второй половине XX века умаляется вера, но ясным светом загорается новая звезда на церковном небосклоне, свидетельствуя о непрерывности возрастания церкви как царства Божьего. Самое же наименование святого равноапостольным говорит об этой непрекращающейся связи современной церкви с первохристианской апостольской. Нам привычно представление об апостольстве в плане историческом, как о явлении, уже завершившем даже в мире свое дело. Между тем, апостольство – прежде всего явление Духа, одна из форм святости. Святость едина, но многообразна. Она всегда стержание Духа Святаго. По словам преподобного Серафима Саровского в беседе с Матавиловым, но путей этого стержания много. Чтобы выйти из узкоисторических рамок, нам надо понять самую духовную природу апостольства. Оно открывается нам в Евангелии и посланиях святого апостола Павла. Господь Иисус Христос избрал из своих многочисленных учеников сначала 12, а потом и 70 апостолов. Большинство из них были простыми, необразованными галилейскими рыбаками, но были среди них и мытари, был врач и художник, будущий евангелист Лука. Но у всех этих избранников при разнице их характера и социального положения было одно общее и непременное, сказанное Христу святым апостолом Петром. Вот мы оставили все и последовали за тобою. Эти люди еще не были святы. Они и после избрания и падали, и занимались местническими спорами, и отрекались, как сам Петр, и даже могли духовно погибнуть, как Иуда. Но их избранию предшествовал их выбор. Оставаться в прежней жизни или оставить все прежнее и дорогое и идти за Христом. Оставить рыбацкую сеть в день самого богатого улова, а не в день скудости. Призвание этих галилейских рыбаков подробнее всего рассказано у святого евангелиста Луки. Симон, напрасно трудившийся с товарищами всю ночь, по слову Христа, закидывает сеть, и они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Это было богатство для них и для их семей. И вот Господь сказал, в общем-то, испугавшимся ученикам от такого множества рыбы, что не бойся, обращаясь к Симону, отныне будешь ловить человека. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Ловить человека из моря греха – смысл апостольства. Об этом первое слово Господа об апостольстве, а первое деяние призванных – все личное оставить для Господа и следовать за ним. Апостол Павел говорит, что через Господа и Иисуса Христа получены благодати апостольства, чтобы во имя Его покорять вере все народы. То есть всемирность проповеди есть назначение апостольства. Но деятельность апостолов не ограничивалась проповедью. Они основывали и устрояли церкви, они как мудрые строители клали твердое основание, и никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть и Иисус Христос, говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам. И так каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей Таин Божий. Под домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Проповедь и домостроительство церковной есть совокупность апостольского делания, которое не прерывалось в церкви до сего дня, все две тысячи лет. Одним святость не есть совершенство. Святость – это пламенное стремление к совершенству. И чем оно интенсивнее, тем оно выше. Совершенен только Бог. В земной жизни путь святости – это крестный путь. И чем выше святость, тем менее она замыкается в заботу о своем личном спасении. Для апостола же забота о своем спасении перекрывается заботой о людях, обращенных им. Личная жизнь как бы сгорает в огне этой великой любви. Поэтому церковь и не прославляет в наименовании личного подвижничества апостолов ни их поста, ни бессребренничества, ни целомудрия, ни даже мученичества. Весь личный их подвиг перекрывается одним словом – апостольство. Нам кажется, что апостольство отодвинулось в глубь истории, что на великом князе Владимире, отстоящем от нас на тысячу лет, апостольство в России обрывается, если не считать связующим звеном проповедь святого Стефана Пермского, друга преподобного Сергия, проповедь воистину малому стаду, малому племени. Но в Вене еще были миллионы людей, не знавших Христа, или не желавших даже узнать христианство, как чуждая им мера созерцания. Западные церкви посылали своих миссионеров в Африку и в азиатские государства. Русская православная церковь также уделяла много внимания своей миссионерской работе и в Сибири, и на Хамчатке, и на Людских островах, и на Аляске, которая в начале XIX века еще принадлежала России. Многие малые сибирские народы в XIX веке еще пребывали в язычестве или были крещены только формально, без глубокого понимания христианских догмаков. Не имея своей письменности, они не имели и священного писания, и богослужения на своем родном языке. Христианские верования у них смешивались с язычеством. Одной из близких нам зарубежных стран была Япония. Языческая и буддийская, особенно враждебная вообще христианству. Еще во второй половине XIX века она имела законы, карающие смертной казнью своих граждан за измену отеческой вере. Правда, к этому времени уже ослабело средоточие между Японией и европейцами. Началось хотя бы внешнее политическое и культурное соприкосновение с европейской и русской государственностью. Возникает торговля, смягчающая законы против иностранцев, которым даже разрешается открыть христианские храмы, католические, протестантские и православные, но только для них, а для японцев остаются в силе прежние антихристианские законы. Но настал час подлинной апостольской проповеди и для Японии. Поле созрело для жатвы промыслом Божиим. Предназначено было русской православной церкви стать матерью-церковью для японского православия и послать туда апостола. Но японская церковь с самого начала сохраняла свои национальные черты и строилась она по образу и подобию церкви первохристианской. Она не несла Японии русификации и национальной нивелировки. Здесь не было и японизации христианства, то есть примесей языческих буддийских верований. Связь с русской церковью была в духе христианской любви. Русская церковь помогала и духовным опытом своим, и материально, а развивалась японская церковь органически и самостоятельно. Для того, чтобы не только вспомнить, но и постичь хотя бы в несовершенной степени это божие чудо, явленное в эпоху развития техники, революции, войн великих и малых держав, в эпоху, казалось бы, оскудения веры на земле, надо понять и оценить образ самого апостола Японии, равноапостольного святителя Николая и его ближайших сподвижников, японцев и русских. Святой равноапостольный архиепископ Николай Иван Дмитриевич Касаткин родился 1 августа 1836 года в Березовском погосте Бельского уезда Смоленской губернии. Тут на карте видно, это север Смоленской губернии, глухие места, богатые лесом. Отец его, Дмитрий Иванович, был дьяконом, мать Ксения Алексеевна умерла 34 лет от рода, оставив Ваню пятилетним ребенком. Это была глубоко верующая женщина, сумевшая привить сыну даже в таком раннем возрасте любовь к храму и физически сильная. Рост она была выше среднего, от нее сын унаследовал ту физическую силу и выносливость, которые ему пригодились впоследствии в Японии при миссионерской работе. От отца святитель унаследовал твердую волю, энергию, самоотверженное служение церкви. И когда потребовался ремонт приходской церкви, дьякон Дмитрий взял на себя и деловые хлопоты в казначействе и других учреждениях и сам прошел со сбором пожертвований семь губернии. Святитель очень любил отца, благодарно вспоминал его и заботился о нем до самой его смерти, ежемесячно отдавая ему часть своего жалования. В многодетной, осиротевшей после смерти Ксении Алексеевны семье дьякона была вопиющая бедность, но Ваню он отдал учиться в Бельское духовное училище, а потом в Смоленскую семинарию, где в то время царили суровые бурсатские нравы. На каникулу приходилось иногда пешком ходить домой за 150 верст. Ну и, конечно, для нас может быть как-то трудно сейчас пройти такое расстояние пешком, а вот многим в то время приходилось, он и по бедности пешком ходил, шел домой, торг, шагая по разбитой дороге от деревеньки к деревеньке, сначала до Белого, ну а там уж до Березы, считай, что и рукой подать. Он любил свое маленькое, всего пять дворов, сельцо, с крамом на холме, с быстрой речкой внизу, с шумными пестрыми ярмарками на зимнего и летнего Егория, да на Вознесение, местный престол, рядом у Вознесенской церкви находилось родовое имение ее птиторов, Скрыдловых, с детьми морского офицера Илариона Скрыдлова, Леонтом и Николаем, подросший Ваня водил приятельства, когда все они собирались в родном селе на летние вакации. Вот Скрыдлов, это будущий один из братьев, будущий плотоводец, адмирал. И вот братья присутствовали позже на иерейской хиратунии уже инока, монаха Николая. Но вот мальчик, несмотря на определенные трудности, все равно был жизнерадостным, прекрасно учился. Окончил он семинарию одним из первых и был направлен в Петербургскую духовную академию. Вопрос можно задать. Почему же все-таки Петербургскую академию? Дело в том, что в соответствии с реформой духовного образования 1808-1814 годов в России была учреждена четырехступенчатая модель духовного образования, включавшая в себя приходские школы, духовные училища, семинарии и академии. Причем все семинарии и училища были разделены на четыре духовно-учебных округа по числу четырех духовных академий в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и Казани. В Петербургский округ в середине XIX века входило 11 семинарий, одной из которых была Смоленская. На казенный счет в академию направлялись, как правило, лучшие выпускники семинарий, входившихся в состав духовно-учебного округа. Что касается времени поступления, то есть определенные разночтения в разных работах. В одних работах пишут год поступления 1856, в других работах 1857. Ну, а в третьих работах, учитывая эту путаницу, вообще умалчивают по годе поступления. Но нужно считать все-таки годом поступления 1857. И была такая еще система. Прием, набор в академии осуществлялся один раз в два года. Причем, если, например, в Санкт-Петербургской академии вступительные экзамены проходили под нечетным годом, то в Московской подчетным. Поэтому год поступления 1857 и учился Иван в составе 24-го курса, время окончания которого, обучения в котором, как раз является уже 1861 год. Ректором академии в это время был только что вернувшийся из посольской церкви Константинополя архимандрит Феофан Говоров, будущий святитель и вышинский затворник. После ректора он занимал с 13 июня 1857 года по 9 мая 1859 года. Ну вот ситуация в академии, какие-то изменения были в жизни государства, конечно, и это оказывало влияние на внутренний размеренный ритм академической жизни. происходили разные изменения, но внимание хотелось бы обратить на то, что в этот период Санкт-Петербургской духовной академии особо активно развивается именно миссионерское направление. Студенты и выпускники академии получают возможность отправляться в составе духовных миссий в Китай, Константинополь, Афина, Иерусалим и другие места. В 1856 году было обращение Священного Синода по ходатайству Министерства иностранных дел к руководству Академии Санкт-Петербургской и подвижения о наборе желающих студентов поехать в состав очередной пекинской миссии в Китай. Важно отметить, что в середине XIX века общепринятой традицией стало отправление в посольские церкви в Европу и другие части света в качестве духовников и настоятелей выпускников именно Санкт-Петербургской духовной академии. И вот статистика существует за 1916 год, за другие существуют, но то, что мне попалось, общее количество священнослужителей, служивших при русских церквах за границей, составляло 35 человек. 18 из них выпускники Санкт-Петербургской духовной академии, четверо Московской духовной академии, двое Киевской духовной академии, остальные не имели академического высшего богословского образования. Такая же ситуация была и с начальниками заграничных духовных миссий. В том, что за границу отправляли в первую очередь выпускников Санкт-Петербургской духовной академии, ну нет ничего удивительного, потому что находясь в столице Русской Российской империи, академия располагалась рядом с главными центрами не только церковной, но и светской власти. В связи с этим, как Священному Синоду, так и Министерству иностранных дел было удобно комплектовать составы миссий, главное, можно было делать это довольно оперативно. Как же учился Иван в академии? Он имел последствия, получил хороший аттестат, и исходя из указанных баллов, один исследователь жизни святителя Николая делает вывод, что самыми нелюбимыми предметами его из общего курса семинарских наук, были древние языки, помеченные у него минимальными баллами. Но, несмотря на это, это еще, когда он учился в Смоленской семинарии, по итогам обучения в семинарии Ивану Касаткину и двум еще его товарищам была предоставлена возможность поступать именно на казенный счет в академию, как лучшим между своими сверстниками по успехам в науках и благонадежным по поведению. В академии Иван Касаткин шел в числе лучших студентов и в разрядном списке за первый год обучения числился десятым из более 50 учащихся. Ну, правда, оценки были разные, но что интересно, что интересно, это удивительный, в общем-то, наверное, факт такой, только по миссионерскому отделению, которое тогда считалось необязательным, у будущего миссионера оценка отсутствовала. Вообще, студенты, однокурсники Ивана Касаткина позже много о нем вспоминали, конечно, и вот они утверждали, что в бытность студентом академии архиепископ Николай всегда оставался самым веселым и самым беззаботным вдохновителем посещения танцевальных вечеров и театров. Организатором визитов по частным там пишет он пирушкам, но это не наше понимание нужно вкладывать в это. Все видели, все знали резвого студента, но никто никогда не мог допустить и мысли, что перед ними не простой и заурядный юноша, а великий и замечательный деятель церкви. И вот ничего особенного ни в облике, ни в облике, ни в поведении за ним не замечалось. Вот его однокурсник, епископ Анастасий Апоцкий вот он говорил так, едва ли кто из нас тогда подумал, что этот студент оставит себе историческое имя, что известность его пронесется из края в край по всему православному миру, что там на Дальнем Востоке заблестает яркой звездой и явится буквально светом в откровение Языков. Вот такое свидетельство тоже много значащее, как бы что тогда во время учебы никто, конечно, этого не мог представить, что в будущем ждет вот такой подвиг, путь их однокурсника, их приятеля, товарища, друга. Сам святитель вспоминал, будучи от природы жизнерадостен, я не особо задумывался над тем, как устроить свою судьбу. На последнем курсе Духовной Академии я спокойно относился к будущему, сколько мог, веселился и как-то отплясывал на свадьбе своих родственников, не думая о том, что через несколько времени буду монахом. Проходя как-то по академическим комнатам, я совершенно машинально остановил свой взор на лежавшем листе белой бумаги, где прочитал такие строки. Не пожелает ли кто отправиться в Японию на должность настоятеля посольской церкви Хакадаты и приступить к проповеди православия в указанной стране? А что, не поехать ли мне, решил я? И в этот же день за всей ночной я уже принадлежал Японии. Рассказывая об этом, он однажды прибавил, что прочитав это объявление, он даже не остановился, но это было несколько необычное предложение. И вот надо сказать, что на его выбор некоторые исследователи отмечают, повлияла книга, прочитанная в юности. В студенческие годы Иван прочитал записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену в Японии, в плену у японцев в 1811 году. Это Головнин путешественник, мореплаватель, и он описывал приключения бывшей с ним в Японии, как он захвачен японцами, был у них в плену, сбежал и жил в японской рыбачьей семье, как потом с трудом вернулся на родину. Это случайно попавшая в руки Ивана книги, где подробно описывались особенности далекой неведомой страны, заранило в душу юноши интерес к Японии и даже желание проповедовать тамошним язычникам учения Христа. При этом Иван припомнил, как еще в Смоленской семинарии, внимая рассказом учителя Соловьева об однокурснике Его иерманахе Исаии, работающем теперь в китайской миссии, он тогда еще с раз как захотел тоже отправиться в Китай проповедовать Слово Божие. Похоже, проповедь язычникам уже с ранних лет была настоящим призванием Ивана Касаркина. Только после прочтения записок Головнина интерес его сменился с Китая на Японию. Но если позволите вот на этом моменте окончить сегодняшнюю нашу беседу, нашу встречу и дальше по благостоянию Владыки и с Божьей помощью уже в следующий раз продолжить рассказ о святителе Николае. Спасибо, Господи, отец Алексей. Погрузили нас в то время, в ту обстановку, который мы читали в житиях нескольких святых и все подробности очень интересны по поводу обучения, по поводу миссии, настроя человека на миссию. Благодарим за интересный рассказ и ждем продолжения. Спасибо, Господи, Владыка, простите за некоторые шероховатости. Отцы пишут быстро, время пролетело. Дальше интересный рассказ. Спасибо, Господи. Благодарю вас, Владыка, и всех. Спасибо, Господи. Спасибо, Спасибо,